Добрый вечер! Меня зовут Евгения Порошина. Я психолог, коуч, также руководитель, преподаватель в Европейской школе коучинга. Сегодня поговорим про нормальный опыт завершения отношений. Это то, что даёт психолог клиенту. То есть это не обрыв, не многоточие, не бесконечные слёзы, что-то ещё, а нормальный опыт завершения отношений. Об этом поговорим на примере фильма «Повелитель прилива» в следующее воскресенье со студентами. Мы анализируем этот фильм и решила с вами поделиться. Также об этом сейчас поговорим. Напоминаю, что если кто хочет присоединиться к обучению в школе, сейчас, сегодня можете это сделать. Есть такой формат в школе. Вот сегодня у нас Анна присоединилась, я жду её скайпа. После оплаты я вам высылаю ссылку на страничку к закрытым материалам курса. Вы высылаете ваш скайп, и я добавляю вас в скайп-чат, в скайп-чат для практики. И уже завтра вы можете принимать участие в практике. Расписание занятий в школе общей, где я присутствую, суббота и воскресенье. В субботу в 19.00 2 часа у нас практика, тренируем роли психолог, клиент, супервизор, наблюдатель. В воскресенье с 12.00 до 2.00 также практика такая же. И в воскресенье в 19.00 до 9.00 проводим киноанализ. На этой неделе анализируем фильм «Область тьмы». Также расслабляемся, заходим, добавляю вас в скайп-чат. Там есть записи прошедших занятий. Вы можете сегодня посмотреть, как проходят занятия. Ничего сложного. Один-два раза поучаствуете, барьер снимется, и каждый раз будете сами с интересом заходить на практические занятия. То есть три раза в неделю в школе занимаемся. Также между собой вы можете в скайп-чате договариваться. Если хотите больше практики, можете между собой договариваться и больше практиковаться. Также сразу я всё-таки решила, добавляю все лекции. Для чего это делаю? Потому что когда я проходила подобные программы, вот я изучила, например, первую неделю, что надо. У меня есть время, я хочу ещё, а доступа нет. Поэтому я всё-таки приняла решение, что я сразу даю доступ ко всем лекциям. Да, у нас есть планы, задачи на каждую неделю, вы изучаете. Но если у кого-то есть больше времени и есть желание, вы можете другие материалы курса заранее изучать, если вам так комфортно. Также про общие занятия сказала три раза в неделю, то есть суббота-воскресенье, две практики и один киноанализ. Также когда вы переходите на второй месяц обучения, мы уже договариваемся и начинаем практические занятия по маркетингу. Чтобы вы выбирали узкую специализацию клиента, свою целевую аудиторию, с кем вам приятно работать. Ничего сложного, всё легко. Итак, вернёмся к опыту нормального завершения отношений. Сейчас об этом поговорим. Кто хочет присоединиться в школу, к обучению, можете прямо сегодня это сделать. То есть такой формат в школе тоже есть. Также всё в индивидуальном формате рассматривается. Если, например, вы на неделю уезжаете в отпуск, ничего страшного, пишите мне, к вам добавится плюс неделя обучения в школе. То есть ничего не пропустите, всё успеете. Занимаемся все вместе в общем чате. Кто-то уже заканчивает обучение. У нас выпускница Елена Дианова. Вот на этой неделе она заканчивает обучение. Кто-то переходит только на вторую неделю, кто-то на четвёртую. Но мы занимаемся все вместе комфортно, понятно, ничего сложного. Итак, плюс если по обучению что-то непонятно, есть какие-то вопросы, пишите на почту, либо прямо в Ютубе под видео. Итак, рассмотрим на примере фильма «Повелитель Приливово» то, что психолог даёт клиенту опыт нормального завершения отношений. То есть это не разрыв, не бесконечные слёзы, то есть не разрыв всё раз и не общаемся, да, а нормальный опыт завершения отношений. Вспомните в своей жизни, вот я готовила видео, к видео готовилась и вспомнила, были ли у меня разрывы. Были. То есть я, например, общалась с подружкой. Вот сегодня мы созвонились, а завтра я ей пишу. Она пишет, всё, я с тобой больше не общаюсь. А я думаю, что случилось? Я спрашиваю, я что-то не так сделала, в чём причина? В ответ тишина. То есть это не экологичное завершение отношений, какой-то разрыв нездоровый. Мы клиенту даём новый опыт о завершении отношений. Если возьмём фильм «Повелитель Приливов», там наглядно показано, как психолог-аналитик завершает отношения с главным героем Томом. На любой фильм мы можем смотреть символически. У них была какая-то влюблённость, прям в буквальном смысле, но в терапии происходит влюблённость в символическом смысле. И в терапии наступает такой момент, когда надо прощаться с клиентом. То есть да, грустно, но всё равно мы прощаемся на хорошей, доброжелательной ноте. И когда у человека есть нормальный, здоровый опыт завершения отношений, это залог психического здоровья. То есть опыт, когда отношения могут нормально закончиться. То есть ни обрыв, ни многоточие, ни что-то ещё, а нормально. Да, грустно, да, неприятно. Ну, может быть, в этом фильме они прям плакали. Том, главный герой, плакал, терапевт плакала. Да, она знала, что он возвращается к жене. То есть, но они поставили точку. То же самое происходит в терапии с клиентом. Когда мы заканчиваем терапию, плюс вначале мы сразу предупреждаем, в любой момент вы можете закончить терапию, как примите решение. Вот. Это про сепарацию, про нормальное здоровое окончание отношений. Но мой опыт, например, студенты, которые приходят в школу, бывает по-разному. Кто-то неделю позанимается, уходит. Так редко тоже бывает. Есть гарантия возврата денег. Я возвращаю оплату за обучение. Если обучение не подходит, что еще бывает. Человек месяц занимается, все нормально, но принимает решение не идти дальше. Так тоже может быть. Я всем сертификаты выдаю. Так же доступ к лекциям у вас сохраняется и так далее. Я на связи. В любой момент, когда вы захотите продолжить обучение, вы можете пойти на второй месяц, как удобно. Но часто это бывают нездоровые обрывы. Мы клиентов в том числе предупреждаем. Если вдруг во время терапии у вас будет на меня злость, агрессия, вам захочется резко прервать нашу терапию, не поддавайтесь на это. Приходите на консультацию. Мы все обсудим, мы обговорим. Мы разрешаем клиенту проявлять злость, агрессию на нас, несогласие — это нормально. Мы клиента выдерживаем. И сразу понятно, если это резкий обрыв, а не точка, тогда это отыгрывание сценариев. Но мы клиента сразу предупреждаем, что такое может быть. И наша задача переписать этот сценарий, чтобы был нормальный опыт завершения отношений, когда мы нормально попрощались и нормально поставили точку в терапии. Тогда это здоровая сепарация. Это не отыгрывание сценариев. Что еще у меня было, когда я тренировала навык выдерживать клиентов, студентов? У меня был такой опыт. Вот летом в летнюю группу пришел парень, он проявлял много активности. Где-то мне казалось агрессии, я не смогла это выдержать. Но навыков было мало. Я человеку вернула оплату за обучение и отказала в курсе. Хотя человек не хотел уходить. То есть, да, это была ошибка, но там и тогда я не могла с этим справиться. Сейчас каждого студента выдерживаю. Все разные. Символически можно сказать, как дети. Ну, то есть, сейчас я к любому студенту нормально отношусь, нормально выдерживаю. Но тогда я не смогла это делать. И напоминаю, с каждым клиентом, если это личная терапия, мы тренируем навык выдерживать клиента. Когда клиент нам платит и ходит в терапию, да, могут подняться непростые эмоции, происходит оживление клиента, у него много сил, энергии, может подняться агрессия. Но мы не рушимся, мы это выдерживаем. Подумайте об этом, поразмышляйте, что психолог даёт клиенту нормальный опыт завершения отношений. Также всем студентам были такие случаи, когда студенты месяц позанимались и ушли. Я также, ну вот, как я считаю, я дала нормальный опыт завершения отношений. То есть я выдала сертификат, сказала, что я остаюсь на связи в чате в любое время, когда вы захотите. Если будет необходимость, вы можете продолжить обучение второй месяц. Ну, если будет такая необходимость. То есть потому что есть вероятность, когда мы резко что-то обрываем, скорее всего, это отыгрывание сценариев, а мы клиенту даём нормальный опыт завершения отношений. И это залог психического здоровья. Это залог того, что у человека качественно что-то будет улучшаться в жизни. Если коротко, поразмышляйте об этом. Если у вас будут вопросы, размышления, комментарии, пишите внизу под видео. Рада вас видеть в школе. И всем хорошего вечера.